Добрый вечер, большая страна! Мы с вами отправляемся в град оружейников. Мы с вами в Туле на матче 16-го тура МЛБ Первой Лиги, в котором один из лидеров этого сезона, Арсенал, принимает Ярославский Шинник. Команду, которая пока находится совсем невысоко, или даже будет, откровенно правильно сказать, совсем низко в турнирной таблице лучшей Лиги мира. Но, тем не менее, Шинник в этом сезоне, мне кажется, прошел через целый спектр абсолютно разных эмоций. И были приятные моменты, когда команда побеждала, и побеждала достаточно ярко и интересно. И были совсем уж не радостные моменты, когда ярославцы проигрывали. Но и вот теперь всеми правдами и неправдами Шинник оказался в зоне вылета и будет изо всех сил пытаться отсюда выбраться. Ну что же, все готово, дамы и господа. В центральном круге Вячеслав Зинков. Он играет чуть-чуть назад. И поехали. Тур номер 16. Арсенал Шинник. Это МЛБ Первой Лиги. Сотый раз Арсенал сыграл ничью. А здесь момент опаснейший. Левашов становится героем эпизода. Дмитрий Самойлов. Вот как раз-таки, пожалуйста, в подтверждении наших слов. Выбегал сейчас один на один Самойлов. Мог здесь счет открывать. Но, конечно, подвела его реализация. И подвела очень и очень сильно. Такие моменты нужно забивать. Но вот, пожалуйста, шестая минута. Но Арсеналу нужно побеждать и выскакивать на первое место. Пусть и временно, но все равно выходить на первую строчку в лучшей Лиге мира. Самойлов здесь опасная атака. И Левашов. А вот это уже второе суперспасение от Михаила Левашова в этом матче. И опять Арсенал тихой-тихой сапой. Но атаку-то на свои ворота пустил. И, в общем-то, почти 150 ярославских болельщиков, которые сюда приехали в Тулу поддержать свою команду, сейчас очень сильно довольны и пытаются перекричать целый Тульский стадион. Все-таки остается Сергей Ткачев. Хотя Кайнов тут тоже рядом. Готовится разбегаться именно Кайнов. Но нет. Ткачев. Удар. И это чуть-чуть выше ворот от Сергея Ткачева. А хорошо это было. Красивый удар. Отличный момент. Опять же, вот с моей позиции все смотрелось так, что мяч может и залететь под перекладину. Болчаса мы, кстати, уже сыграли. По-прежнему у нас 0-0. Есть моменты, есть подходы. Подача с фланга на целую группу футболистов. Скидка. Удар 1-0. Красиво. Красиво все это было сделано. И открывает счет Максим Курищев. Он снова забивает. Он снова очень хорош. И впереди Арсенал. 1-0. Пока сдержанная реакция на скамейке Арсенала. Подпраздновали и дальше продолжили работу. И сейчас пошли друг в другу руки. И чувствуется, что здесь пока все достаточно буднично. Дмитрий Черчев тоже достаточно спокойно отреагировал. Сейчас высказывает, персонально общается с Артемием Касагуровым по лучшему эпизоду. Почему? Возможно, я сделаю вот эту оговорку. Мы точных причин не знаем. Но мы предполагаем с коллегами, что именно вот этот момент стал роковым. Отбор Самойлов. И снова Левашов. Здесь сами себе тулики привозят моменты. Зеркальная абсолютная история. Как в начале первого тайма, так и в начале второго тайма. Арсенал на своей половине поля начинает привозить какие-то абсолютно ненужные моменты. Заставляя нас вспоминать про существование Михаила Левашова и про его супер-братарские способности. Шанель, а ты видел сейчас, как Михаил Левашов высказывал? Со скамейки, с гучей событий. За всем наблюдать. После этой атаки запасных шинников представлю вам. Петрисамойлов несется. Но с ударом-то что? Вот что ты будешь делать, да, совсем с этим? Какой уже третий, четвертый момент у Самойлова. И вот здесь совсем не получается удар. Хотя, казалось бы, как он понесся в стиле, как мы в сегодняшнем матче говорим, липового. Именно пятый номер Шинника сейчас подсказывал своим одноклубникам, как нужно разыгрывать и как нужно располагаться впереди. Подача Левашов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какой курьез! 1-1 Максим Перезва на центральный круг показывает. Арсенал здесь возмущается. Захар Федоров отмечает этот гол. Не додержали, получается. Слушай, ну и как все логично, да? Вот мы много говорили, что выходит Федоров, для чего все это нужно. Что Шинник будет мяч грузить активно в чужую штрафную. И как только это произошло, сразу следствием становится первый забитый мяч Шинника в этой встрече. И не спешат мяч сюда вперед доставлять. Там опять-таки трафик плотнейший. Все очень перекрыто. Ишкан Гилаям подачу делает! И рядом со штангой! Можно сейчас было все вообще закончить. Максим Кайнов. Шанс на миллион, конечно. Момент, как это принято говорить. Ол-ин. Момент ва-банк. Момент на все деньги. Радует сильно, конечно, ноль в графе поражения тульскую команду. И совсем не радует. Цифра 10 в графе ничьи. 1-1. Арсенал снова не побеждает. Арсенал снова не проигрывает. А Шинник, я думаю, может быть сегодня доволен. Они отыгрались в очень сложном и в очень непростом для себя матче. 1-1 на гол Максима Турищева. Ярославцы ответили голом сначала, казалось бы, Захара Федорова. Но по итогу это оказался автогол Артема Попова.